Не просто выжить, но и развиваться. Сегодня в Чите прошел семинар главных редакторов районных газет, организованный правительством края. Как и предполагалось, самой наболевшей темой стало финансирование. Первым на опросы редакторов отвечал главный казначей края Андрей Кефер, попутно рассказывая о самых актуальных задачах бюджетной политики. Несмотря на сложный бюджет 2015 года, мы все-таки нашли возможности и проиндексировали фонд финансовой поддержки в муниципальных районах на 18%. Это 300 миллионов рублей. Это позволит нам более сбалансировать бюджеты и сделать жизнь наших земляков более стабильной. А как сделать стабильной жизнь самих районных газет? Изношенное типографское оборудование, отсутствие транспорта, низкая заработная плата, все неприятности от недостатка денежных средств. А сейчас добавилась еще одна серьезная проблема. Сегодня мы вынуждены уйти на альтернативную форму подписки на газету «Красное знамя». По одной простой причине, что главпочтам берет сегодня за доставку одной газеты, одного экземпляра на полугодие 464 рубля 90 копеек. Мы выписываем у себя по 300 рублей. Вот такая большая разница. И беспокоит то, что в итоге на уровне сел-поселков, конечно, подписка снизится из-за такой цены. Чтобы не потерять читателей, редакторы вынуждены организовывать доставку газеты самостоятельно и искать новое направление в работе. Газета настолько важна сегодня для жителей края, и она стоит очень близко к нему сегодня. Они ей доверяют. Поэтому для нас очень важно, чтобы редактора посмотрели сегодня еще раз на свое издание, сделали его интересным, сделали его доступным, чтобы они сформировали для себя какую-то модель существования. В тех условиях, когда распространяются газеты сегодня у всех районов по-разному, мы понимаем, что интернет-технологии сегодня приходят активно. Редакторы района газет согласились, что издание должно быть не просто интересным, оно должно быть конкурентоспособным в той информационной среде, в которой оно существует. Значит, нужно менять творческий и практический подход к работе. А для этого необходимо научиться реализовывать на страницах своего издания не только социальные, но и коммерческие проекты. Любовь хорошего, Виталий Квашнин, Вести Чита.